Приветствую всех друзья, сегодняшнее видео поистине уникально. Я очень давно вам не рассказывал о токсичных мелких клоунах, неадекватах и их выходках. И вот сейчас наступил тот момент, когда я хочу вам поведать одну короткую, но очень яркую историю одного индивида. И кладя руку на сердце, клянусь, что даже не думал, что из-за такой ерунды получится целая цепочка странных событий. А еще осталось всего лишь 10 дней до моей раздачи 20 тысяч доната на Аризоне. И ведь именно ты можешь на халяву их забрать, если что ссылочка на мой телеграм в описании, там все и узнаешь. Ну а мы приступаем к видео. Как обычно, зайдя в игру, я наблюдал за сервером и не планировал даже ничего снимать. Все было хорошо, до момента, пока я не заметил, как Киолис начинает жестко забиваться от какого-то доза на своя. Он снес абсолютно всех, кто был в интерьере банды рифа. Затем он выбежал на улицу и начал продолжать сливать одного за другим, после чего его целью уже были не просто рифовцы, а даже простые игроки, стоявшие рядом. Тут я понимаю, что у игрока хоть и 13 уровень, но очень прокачанный сет аксессуаров и больше миллиарда вирт на руках. Этот человек явно не новичок, скорее всего он просто перекинул все свои вещи через вайсити на наш сервер и пришел сюда нарушать и творить беспредел. Ну точнее я так думал в момент бана. Поэтому да, за кучу слитых им игроков, которые ну ничего ему не сделали, я благополучно забанил этого индивида на 20 дней за массовый разнос, чтобы все это время он посидел и подумал своей головой. Казалось бы, самая простая ситуация. Какой-то неадекват решил массово заискавшись респу, а потом дальше пойти деймить все, что видит. И в итоге отлетел благополучно в бан. Именно на этом моменте все могло бы закончиться, но к сожалению, это все лишь только начало. Спустя некоторое время наш подопытный индивид пишет на меня жалобу. В ней он пишет следующее. Не согласен. Дали 20 дней бана за обычное СК. Тут димарган или ганбан. Прошу пересмотреть жалобу и выдать ганбан на пару-тройку дней. Или обычный димарган. Вы только прикиньте, да? Разнес огромнейшее количество игроков и просит разбанить его. Да еще и какой-то ганбанчик на пару-тройку дней. Будто это все в порядке вещей себя так вести. Разнес 30 человек, посидев в димаргане пару часиков, а потом выйти и снова разнести, да? И так по кругу. Дальше в этой жалобе он просит опять разбанить его. Опираясь на историю наказаний, которая, как он сказал, у него чистая. Безусловно. Чистая история наказаний это хорошо. Но ни одна еще чистая история наказаний никого не спасала у меня от наказания за жесткое нарушение. А тут все сами все видели. Разнести целую респу и идти дальше всех разносить. Очевидно тут бан. И никак иначе. Затем он пишет. Как по мне 20 дней бана овер много жду. На смену дмг овер много дает недо ютубер. Уже идут колкости в мой адрес. Ну а как же еще то? Скорее всего это его очень сильно обидело. Поскольку жалоба была на меня, я обязан был на нее ответить. И даю следующий ответ. Приветствую. Мало того, что вы разнесли всех в интерьере, так еще и на улице продолжали массово всех и без причины разносить. И я не вижу никакого смысла сокращать вам наказание. Ну и естественно прикрепляя фрапс с его нарушением. Дальше в жалобе он начал лить кучу слез и вымаливать смену наказания. Писал что-то типа. Я полностью заглашаю, что я нарушил, задемил и заскашил типов. Но даю слово впредь больше не демить и не нарушать правила сервера. Дальше он стал утверждать, что если его не разбанят, то у него слетит бизнес и он его потеряет. Запомните пожалуйста эту фразу про бизнес. Она нам еще очень пригодится. Итак, на жалобу ответил наш ЗГА и выдвинул следующий вердикт. Типа этого разбанить полностью. Выдать ганбан на 5 деньков и деморган на 300 минуток. Все. Все те, кого слил тот игрок тогда на респе, стоят просто 5 дней ганбана и 300 минут деморгана. Вот так. Ну тут можно было бы предположить, что админ опирался на историю наказаний и на уровень игрока. И выдал ему такое чистое из-за того, что раньше он ну почти не нарушал. Там один только дем до этого был и все. Окей, пусть будет так. Я особо заморачиваться не стал и даже забил малость на всю эту историю. Но когда я уже админал в другой день, я увидел следующее. Этот игрок уже был в игре, ведь его разбанили, да? И первое, что он сказал, приехав на ту самую респу рифы. Блин, жалко опять респу не снести. Кизару фрик ему отвечает. Ага, другую снесем. На что доза отвечает ему. Ганбан у меня, нафиг. Да, с ганбаном ты не подэмишь. Но вы только вдумайтесь, человеку после массового разноса кучи игроков не просто уменьшили бан, а сняли его полностью, дали возможность опять играть. И вместо того, чтобы усвоить урок и стать порядочным игроком, он бегает и пишет, что сильно жалеет, ведь из-за ганбана ему не разнести респу опять. После этих слов я понял, что игрок просто всех развел вокруг пальца. Плакался и молил о пощаде на форуме. Плакал даже мне в личные сообщения в ВК, лишь бы его разбанили. Прикрывался бизнесом, который у него слетит. А на деле вот так вот себя ведет. Что ж, тут я понял, что пожалуй буду слить за ним почаще, повнимательнее. Мало ли вдруг он еще что-то кринжовое выдаст. И честно говоря, ждать долго не пришлось. Практически в этот же момент он стал хвастаться, что Димарган он даже не сидел. Он просто вышел из него за деньги. А я напомню, у него больше миллиарда вирт на руках, на тринадцатом уровне. Ему этот Димарган вообще ничего не дает. Потом он стал опять говорить обо мне. Он вообще офигел. Сначала 20 дней бана дал. У***ча. А за что? Ну я респу снес в ноль. Весь кивлист админский во мне был. Кайф. Он меня еще в чекер добавил. Короче, стоит и выеживается, какой он крутой. Снес респу. Сняли бан. Вышел с Димаргана за деньги. Весь из себя богатый и крутой. А ганбан всего лишь на 5 дней. Да еще и меня попутно оскорбляет. В принципе, после его оскорблений в мой адрес, я мог бы легко его забанить за оскорбление администрации. Но, как я раньше говорил, я хотел половить кринжи с него. И посмотреть, на что способен еще данный челик. А если начнет опять страшно нарушать, то естественно накажем как следует. А пока что просто наблюдаем. Далее он бежит к другому игроку и просит его снести ту самую респу рифы. Я сидел и просто ловил кучу кринжа с этого. Сколько уже игроков улетели в бан за побуждение других к нарушениям. А тут этот нагло стоит и просит еще раз снести эту же респу. Ну и жесть. Благо игрок тот был в АФК и проигнорировал его нелепую просьбу. Затем он опять на веселе побежал к другому прокачанному игроку. Райдер, ха-ха-ха. Вспомни вчерашний вечер. Помнишь вчерашний вечер? Что? Нет. Ну когда я еще респуту снес всю? Меня даже в игре не было. Мне 20 дней дала. Уя***чь еб**ня. Эмм, осуждаю такое. В общем бегает наш маленький Пагетто и рассказывает всем какой он крутой. Вот только либо его игнорируют, либо осуждают его высказывания. Забавно все это конечно. Но самое интересное еще впереди. В следующее время Сифоза стал везде публиковать объявление о том, что хочет купить дом в любой точке штата. Ему прям очень сильно он был нужен и он искал лишь бы хоть что-то. О, а пока я следил за Сифозой, увидел как недавно вынесенный из ЧСа и вечного бана Вуди Кварц играет с читами. Ну что ж, забаним его. А вы говорите, что нужно быть добрым, ведь люди могут меняться. Ну да, конечно. Ладно, Сифоза бегает по серверу и ищет дом. В какой-то момент он начинает ругаться с продавцом и в процессе по телефону говорит ему. 50 давай, либо иди нафиг, ДЦП уя***ча. Жаль ту, кто тебя родил. И тут видно, что уже идет упоминание родных, что конечно же запрещено. В принципе, можно было бы уже и тут снова его забанить. Но видя как ведет себя этот индивид, я решил еще последить за его выходками. Вдруг еще больше кринжи навалит. А ведь он еще и навалил. В какой-то момент он находит другого продавца дома. Тот попросил его подождать, он перезаходил в игру, а когда зашел, Доза Кринжа, будем его так называть, просто уехал от него, сказав на прощание, щас жди тут. Если что, он уже не приехал туда больше. Он просто забил болт на того чела. А поехал он покупать дом уже у другого игрока. И тут сделка уже успешно состоялась и дом он получил в свои владения. Далее, после покупки дома, он решил, что для полной красоты нужно купить себе машину, желательно подороже. Все-таки он же богатый, миллиардер. А потом и всякие приколы на нее из тюнинга. И вы все еще не знаете, что же там у него за бизнес-то такой. А бизнеса никакого никогда не было. Он тогда в жалобе просто обманул администрацию, что якобы у него бизнес летит. Но нет, у него пустой аккаунт был без какого-либо имущества. Только деньги. А все эти деньги, которые у него тогда были, на 10 уровне аж 2 миллиарда вирт, он получил просто в казике. Ему страшно повезло, и он решил, что раз уж он богатый, то будет теперь делать все, что ему вздумается. Ну да ладно, вернемся к нашему пациенту. Машину он купил и затюнинговал ее уже. Но тут он страшно загорелся желанием купить на нее ковш себе. Любой ценой получить именно ковш. Писал во все чаты и новостные издания, лишь бы хоть кто-то ему его продал. В итоге и ковш также он смог благополучно приобрести. И вот как вы думаете, уже после всего того, что я вам рассказал и показал, для чего ему нужен был ковш? Вот с одной попытки просто угадайте. Да, не сложно догадаться. Первое, что он сделал после его приобретения, это разнес им толпу вояк, стоявших на посту. Дальше вообще пошел полный кринж. Вояки стали защищать себя и свое место от этого неадеквата и стали по нему шмалять из автоматов. На что наш крутой типа начал писать в репорт и жаловаться, что его демят и не дают забрать машину. Якобы вояки просто так на него напали и он ничего плохого им не сделал. Парочку раз он так написал админам, пожаловался на все и в конце концов смог забрать свою тарантайку и уехать оттуда. Ну и конечно же перед уходом, под присмотром админов слежки, пригрозил всем воякам, что если бы не ганбан, то он бы всех там разнес и еще пригрозил, что какой-то Валера к ним приедет и покажет что да как. Ой боже, откуда только такие берутся вообще. Ладно, уехал он короче оттуда, а наказывать его за ДБ я не стал, ведь вояки и так его атаковали, так что я подумал, ну пусть так оно и будет. Хотя можно было бы и посадить я думаю. Дальше он решил обратиться к вам, я даже зачитывать это не буду, видимо настолько скучно живет, что уже ото всех пытается получить внимание. Ну да ладно. А когда на КПП его остановили, для проверки документов, он включил дурачка и стал писать на транслите, будто бы он не понимает остальных. А когда ему сказали, чтобы он прекращал, он просто ЗДБшил полицейского со словами «Посла хуяка». Это еще не все. Дальше он поехал к заправке, где стоял игрок и пытался видимо заправить свою машину, такую же кстати, только без ковша. Ну и что вы думаете было дальше? Классика. Он просто начал бедолагу швырять ковшом и после этого угорать в чат. Тут я уже устал смотреть за всем этим позором и посадил его за ДБ на 200 минут. На что он написал мне в вип чат «О боже». Видимо считает себя опять правым даже в этой ситуации. Неудивительно, с таким-то ЧСВ. И тут после этого Димаргана началась с его стороны просто тонна клоунады в чат. Внимание. «Я за бабки выйду, со-со. Дапо, 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 Дапо. Он мой фанат просто. Фанат, думаешь мне не пофиг? Блин, Дапо гопи посадил в Димарган, что же мне делать? Дапо, зачем ты меня в чекер добавил? Я не нарушитель. Мужику 20 с чем-то лет, а он в сам пик играет обиженный». Эм, и что? Нашей гапа 30 лет. Стас, Валик, Паша Коннор также. «Может тебе просто обидно, что ты возомнил из себя царя, которому все можно, а на деле просто обычный нарушитель, которого я поймал?» «Но он обижен на свою жизнь никчемную. Так я не нарушал, я случайно ковшом задел». «Дапо, иди сюда, поговорим». Вот уж нет. Я не подписывался выполнять твои команды. Это ты про меня сто пятьсот раз везде пишешь, в том числе и мне в личные сообщения, а не я тебе. Дальше происходит рофл момент, который как раз таки в нашем пациенте выдает обиженного маленького ребенка, ну, судя по всему. Админ какой-то сажает никого Адамус Доб Димарган. Это видит наш подопытный и, понимая, что у Адамуса моя Фома, он решил просто с ничего написать вот это. «Фу, нищую Фомку посадили. Мне за тридцать плюс киллов на Риспери Фы дали двадцать дней пана. Только Адапка-то не ожидал, что меня разбанят и дадут всего лишь пять дней ганбанчика и пять часов Димаргана. А Адапа типа качок, да? На бургерах качается». Чё, обидно маленький, да? В итоге, после его кучи писанины в вип-чат, когда он понял, что никто ему не отвечает и всем пофиг на его слова, он молча вышел за деньги из Димаргана. На руках у него оставалось уже четыреста восемьдесят лямов. Тут он, видимо, решил, что нужно вернуть срочно все эти деньги и пошел обратно в касс. И скажу честно, играл он там очень долго. Скупил на все последние деньги фишки, играл, играл, пока не решился на очередное уже нарушение. Из-за массового проигрыша он стал ругаться с каждым, с кем играл. И в итоге он пишет следующее. «Жаль, кто тебя рожал. Мать, заверты, продай мне, я ее ногами х***ю буду». В общем, тут я понял. Если его не забанить, его проделки не прекратятся. И, естественно, я ему выдаю бан. Сначала хотел на месяц, а потом подумал, ладно, пусть будет дней двадцать. Но ситуация не утихла. Подопытный пишет на меня жалобу. Опять. Но уже не со слезками и мольбами о разбане, а с тонной кринжи и выкрутасом. Тип настолько на жизнь обижен, что сидит 24 на 7 в спеке за мной. Пытается подловить на наказание. Внимания, походу, не хватает типку и дает бан на 20 дней за обычный упом. По типу, кто тебя рожал и т.д. Типку 20 лет он сидит в сампик дрочит и обижается на жизнь. Мне тебя жалко. Наверное, обижают или обижали в детстве. Хды-хды, да, по, вейп, шоп, хватит обижаться. 20 дней бана за упом овердруг мой милый. В общем, видно, да. Задело его не слабо. Раз уж он так провокационно цепляться за меня стал. Дальше в жалобе появляется какой-то неадекват и уже пишет про моих родных. На что наш доза кринжа отвечает ему Согласен, бро. По факту, подтверждая со своей стороны оскорбления в мой адрес, поддерживая их. Тут я решился, что пора бы ему ответить. И ответить как следует. И я написал огромный ответ с кучей выписок и скринов. С разбором всех ситуаций от начала до конца. Чтобы вот он такой белый и пушистый, ни в чем не виновный бедолага, просто посидел, прочитал и понял, в какую лужу он вляпался. Я-то понимаю, что, скорее всего, это просто неадекватный ребенок. Таких мы уже множество раз встречали. Но я ему сказал, что за цитирование оскорблений в мой адрес и их подтверждение я могу просто тебе перебанить аккаунт на 30 дней и все. Адекватные ребята писали, что ему пора в черный список сервера на 2000 дней. На что он всех их посылал налево и направо и называл подсосами. В конечном итоге жалобу зафлудили кучей руганий и ссор. А в конце уже зашел наш ЗГА, прочитал внимательно все то, что я предоставил там и вынес следующий вердикт. Приветствую. Последнее предупреждение вам. Если вы после истечения срока блокировки продолжите нарушать и неадекватить, отправитесь в черный список сервера. Навсегда. И меняйте, пожалуйста, ник на форуме. Закрыто. Да, ник у него тоже провокационный. Это еще раз копилочку к его нарушениям. А тогда, теперь, когда его бан спадет и он вернется в игру, любое его нарушение, любые его провокации, даже завуалированные, мы же не тупые, мы все понимаем, приведут его к печальным последствиям. Оправдываться, отнекиваться не поможет больше. Тем более, получать че с сервера это такое себе. Ведь ты не просто в бан уходишь, а в бан навсегда. Плюс все твои аккаунты также улетают в бан, даже новые, которые ты создаешь. Он сам вправе решать, что ему делать. Если ничего не исправится, то, конечно, придется принимать жесткие меры. В любом случае, это мы увидим лишь в будущем. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Я же для вас там раздаю 20 тысяч донатов на халяву. Успевайте, осталось несколько дней. Ссылка в описании. И, конечно же, помните, что я играю и снимаю на сервере Arizona St. Rose. А недавно для вас для всех увеличили стартовый бонус. Смотрите. Если вы укажете мой ник при регистрации вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег DAPO, то за эти два абсолютно простых действия вы получите больше 2 миллионов вирт на халяву. А на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите в игру, если что я уже здесь, и каждого из вас здесь с радостью жду. Ну а с вами был DAPO. Спасибо всем за просмотр. Совсем скоро уже увидимся в новом ролике. Всем пока. Ну а я вас жду у себя в телеграм-канале. Ссылка в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...